Итак, друзья, приложение Яндекс.Навигатор запретил отключать рекламу. Ну, Яндекс, собственно, сейчас вырубил Яндекс.Эфир и, соответственно, наверное, доходов от рекламы стало резко не хватать. И вот, вот такие ущерения Яндекс идет. Изменить настройки в приложении больше не получится. Пользователи начали массово жаловаться на навязчивую рекламу в Яндекс.Навигатор. До последнего обновления в настройках можно было отключить 6 форматов, в том числе аудио и рекламу на остановке. А после апдейта данная опция исчезла. Многочисленные негативные отзывы появились в App Store и Google Play. Вот, друзья, так что эта функция раньше была. Можно ее было отключить, а сейчас нет. Раздраженные пользователи также отмечают, что объявления показываются при полной остановке транспортного средства. А их размер перекрывает значительную часть экрана. Ну вот, друзья, приехали. То есть, реклама в Яндекс.Навигаторе, где вам надо срочно посмотреть, где какой может быть будущим на остановке, какой где будет переход, и так далее, и тому подобное, быстро в оперативном режиме. И в этот процесс вообще нельзя вмешиваться у тех, у кого вообще с головой все нормально. Ну, там почему-то показывается реклама. Теперь реклама неотключаема. Ну вот, уже дальше комментарий. Комментарий Яндекс потихоньку превращается в истинного монополиста. При остановке на маршруте, когда обычно пытаешься прокрутить карту, оценить маршрут, рассмотреть точки поблизости, выскакивает реклама. Вот, друзья, я вам об этом ровно и говорил. Вот только что. Откуда столько рекламы? Она бесит, мешает, раздражает в дороге. Особенно, когда хочешь нажать что-то на картах. Резко появляется реклама, и ты нажимаешь на нее. Из-за рекламы, которая вылезает на полэкрана и отвлекает водителя, приложение стало небезопасным. На ходу постоянно выпрыгивает еще и реклама товаров с Яндекс.Маркет. Неотключаемая реклама отвлекает, прошу прощения, от управления транспортным средством и создает опасность для движения и других участников команды Яндекса. Подумайте над этим, не дай бог, хоть кто-то погибнет, отклевшись на рекламу. Поддержка Яндекс.Навигатора подтверждает, что сервис постепенно обновляет настройки отключения рекламы предложений, поэтому в новой версии возможности отключить рекламу нет. Большинство пользователей не отключали рекламу, поэтому мы приняли решение убрать эту опцию из настроек. Реклама основной источник монетизации приложений позволяет постоянно развивать, прошу прощения, технологию навигации, заявляет компания. Представитель Яндекса также подтвердил, что навигатор в автомобилях, автомобильных системах CarPlay, Android Auto доступен только в рамках подписки Яндекс.Плюс. Это еще один повод для жалоб в интернет-магазинах предложений. Ну и вот они пошли жалобы. Это просто плево к обычным пользователям. Откуда столько рекламы? Она бесит, мешает, раздражает дороги. Особенно, когда хочешь нажать что-то на картах. Резко появляется реклама, ты нажимаешь на нее, сервис испортился. Раньше была вкладка рекламы, где можно было ее убрать. Но они отключили, включили по умолчанию. Удалите рекламу, пожалуйста. Вот. Верните возможность отключить рекламу. Реклама лезет в самый неподходящий момент. Теперь она неотключаемая. За то, что убрали возможность отключения рекламы, ставлю одну звезду. Спасибо за рекламу на треть экрана. И вечно что-то моргающее и отвлекающее. Пропала возможность отключить рекламу. Одна звездочка за жадность. Аккум смартфона разряжается, будучи на зарядке. Неотключаемая реклама в новой версии. Удалили отзыв. Дублирую. Только оценку ниже. Пониже. После появления музыки начались дикие глюки. Постоянно виснет в фоне. И на это жрет как не в себя. Теперь реклама неотключаема. Ну что ж, Яндекс потихоньку превращается в истинного монополиста. В стиле жрите, что дают. Из-за рекламы, которая вылезает на полэкрана и отвлекает водителя, приложение стало небезопасным. На ходу постоянно выпрыгивает еще и реклама товаров с Яндекс.Маркет. Друзья, ее чтобы закрыть, надо отвлечься на эту рекламу. Найти крестик и попасть на него. Все это отвлекает, естественно, от вождения. Типа, я еду, а мне выскакивает купите наполнитель для кошачьего туалета. Ну, во-первых, я его вчера купил. Во-вторых, как я на ходу буду этим заниматься. Я же за рулем еду. И реклама на полэкрана мешает за маршрутом следить. То есть, навигатор перестал быть навигатором. ПДД РФ, параграф 1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасность для движения, опасности для движения, не причинять вреда. А вы нарушаете законодательство РФ, неотключаемая реклама отвлекает от управления транспортным средством и создает опасность для движения других участников. Команда Яндекса, подумайте над этим. Не дай бог, кто-то погибнет, отлежавшись на вашу рекламу. Друзья, вот такая вот новость. Яндекс, не знаю, после того, как он удалил Яндекс Эфир, да, и, соответственно, причем я просил, типа, предупредите, когда можно будет переехать. Нет, и теперь нельзя переехать за ничего. И так далее. Ну, короче, Яндекс творит, что хочет. И у меня такое есть подозрение, что Яндекс как бы не совсем, значит, слушает либо интересы своих пользователей, да, не совсем для них действует, не совсем в их интересах, вот, а только думает о себе, так сказать, о своих интересах. Друзья, вот, собственно, такая новая ссылка на нее будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.